Вы этих знаете, которые несут всякую чушь, лишь бы завоевать внимание. В эфире «Время новостей». Здравствуйте. В Нейскую районную больницу по нацпроекту здравоохранения поступил мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Он оснащен всей необходимой диагностической аппаратурой для выявления и лечения заболеваний. В комплексе есть электрокардиограф, биохимический анализатор крови, дыхательный аппарат, дефибриллятор, аппарат для искусственной вентиляции легких. ФАП уже приступил к работе в составе медицинской бригады фельдшеры, терапевты и педиатры, которые будут выезжать в населенные пункты четыре раза в неделю, рассказывают Нейские вести. Только достоверная информация. Начал работать официальный сайт Всероссийской переписи населения, который пройдет в октябре 2020 года. На портале можно узнать, с какой целью она организована и как именно будет проходить сбор информации о населении. Один из разделов «Хочу стать переписчиком» предполагает онлайн-записи в ряды волонтеров. На портале будут проводиться конкурсы и голосования. Также это будет первая в истории страны перепись, в ходе которой россияне смогут сами заполнить анкеты в личных кабинетах, на госуслугах и в специальных пунктах МФЦ. Зажигал огни, дарил подарки и со всеми фотографировался. Кострому посетил Всероссийский Дед Мороз. Это традиционный визит главного волшебника в преддверии Нового года. События ждала вся ребятня. Они встречали гостя сначала на пресс-конференции, а потом на площади Сусанинской. Там волшебник зажег огни на главной городской елке. Когда выпадет снег, стукнут морозы и начнутся волшебства. В репортаже Анастасия Батыревой. По правде сказать, Дедушка Мороз приехал на конференцию немного уставшим. Ведь к этому времени он зажег огни на пяти городских елках. А здесь его ждало несколько десятков юных костромичей, которым не терпелось задать свой вопрос главному волшебнику. Он фигура хоть и публичная, но таинственная и загадочная, как, впрочем, и все волшебство. Он колесит по всей России, а его великий устюг завалило снегом. Главного волшебника в Костроме ждали, как и настоящей зимы. Когда выпадет снег и стукнут ли морозы, интересует ребят в первую очередь. На самом деле я ведь не Дед Снег. Я Дед Мороз. И обещаю каждому из вас, что в новогодние дни морозец будет. А вот по поводу снега это уже дзимушки зиме. Но кто уже соскучился по снегу, добро пожаловать в Великий Устюг. У меня его там, ой, как много уже. У него есть свой модельер, а рост волшебника измеряется в шишках, которых аж 365 штук. Правда, сосновых или еловых так и осталось загадкой. На пресс-конференции волшебник много шутил и раздавал подарки.